привет всем turbo sound milan m15 смотрите какая красота не очень-то удобно разборки в принципе ничего необычного все классика поищем схемку beamp на аналоговой микросхеме сделано высокочастотный драйвер усилитель мощности ну и вот судя по выходному дросселю это д-класс усилителя мощности ну и импульсный блок питания вот где-то есть грабли будем искать вот такой задел из трех модулей и у них очень похожие дефекты это вообще молчит эти два заикаются я думаю это все из одной оперы ну так даже интереснее если клеммы на высокочастотном драйвере хоть и туго очень снимаются но все-таки можно снять с динамика можете не пытаться мало того что они там одеты фокус сделала они еще и запаян я думал это кто-то уже нет колонки никто не лазил все три колонки сделаны именно так поэтому отламываться пришлось потом пережму на новые клеммы и в динамике на плюсе и минусе по паре клемм но они наверное знали что такая забота для того чтобы сменить несколько деталек пришлось его полностью разобрать сейчас подумаю как это сделать чтобы полностью не разбирать те модули потому что детальки тяжело затягиваются и приходится даже снимать вот эти вот феррит из проводов чтобы добраться до платы они как бы не рассчитывали на какой-то ремонт но тем не менее он запустился все в порядке сейчас посмотрим как это неисправность плане серийности повторится ли она на тех же модулях вообще с этими турбосаундами целая история процессор там делала знаменитая финская компания кварктехник потом кварктехник покупает биленджер и с этого момента начинается путаница в документации схемы реально турбосаундом 15 их появилось несколько вариаций и найти их честно говоря сложновато и не факт что она вообще совпадет то есть сожалению турбосаунд потихонечку стал биленджер вот так бывает но знаменитая компания свое время очень гремела огромными своими порталами многие звезды работали на них но зло вот теперь биленджер все захватил и даже кварктехник а 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